Дорогие друзья, я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит мой YouTube-канал. Меня зовут Евгений Киселев, и вы видите, что в этой части работы канала у меня в гостях Андрей Баумейстер, известный украинский публицист, философ, ну, можно сказать, и мой коллега-блогер, потому что у него тоже есть большой YouTube-канал примерно с таким же количеством подписчиков, как у вашего покорного слуги, уже скоро 400 тысяч, если я не ошибаюсь, с чем я его и поздравляю. Здравствуйте, Андрей Олегович. Здравствуй, Евгений Алексеевич. Спасибо большое, что согласились опять со мной встретиться. У нас была уже одна встреча, которой я был чрезвычайно рад. Много времени прошло, есть еще о чем поговорить. И вот вы знаете, сейчас многие люди задают себе вопросом. После почти двух с половиной лет войны, которую Россия развязала против Украины, что будет дальше? Философский вопрос, да? Потому что многие люди, в том числе и занимающие самое высокое положение в обществе, в политике, в управлении государством, не всегда еще способны сформулировать мысль о том, а что может стать, как выглядят, какие контуры у победы Украины, вообще возможно ли она. Что вы скажете? Вы сейчас предлагаете очень важный вопрос, потому что этот вопрос почему-то не обсуждается в публичном пространстве. Активно, детально. И он до того актуален и практически его не обсуждают, что даже я видел в европейской прессе тезис. Тезис. Вот о чем меньше всего говорят, это о том, что будет после войны с Украиной, с регионом в целом и так далее. Поэтому, ну я бы сказал так, вопрос, что будет с Украиной, что будет с Европой, что будет с миром. Если мы начинаем от Украины, то все будет зависеть от того, на каком этапе будет прекращен огонь. На каком этапе будет заключено перемирие или мир. Поэтому ответить на вопрос, что будет с Украиной в ближайшие годы, невозможно. Потому что мы не знаем точки завершения войны. И сегодня все зависит, кстати, и от того, как это описывать. Например, по-моему, вчера или позавчера Зеленский выступал в Бундестаге. Еще раз подчеркнул, что Украина должна победить. Как всегда бывает с Зеленским, ему спичрайтеры пишут под какую-то страну определенную историю подводят. Например, когда он выступал в Нормандии, он говорил, он сравнивал Путина с фашизмом, с Гитлером и говорил о защите демократии. Выступая в Берлине, Зеленский говорил о том, что он не допустит построения новой стены. То есть как бы ищутся месседжи, которые понимают политические элиты той или иной страны. И вот эта метафора стены, в данном случае, поскольку он выступал в Берлине, Берлинской стены, как раз связана с его тезисом о том, что Украина должна победить. Если говорить об экспертах, европейских, американских, они утверждают, что Украина не может победить на поле боя. А на вопрос, победит ли Путин или победит ли Россия, они отвечают, что во всяком случае Путин не проиграет. Вот эта игра в слова указывает на сложность ситуации, сложность прогнозов. Но пока можно сказать, я могу ответить так. Украина не может победить на поле боя. А Путин не может проиграть на поле боя. И вот между этими высказываниями очень много нюансов, о которых я, не будучи военным экспертом, не могу сейчас говорить. Но если говорить о будущем Украины после определенной точки ноль, я думаю, что это будет ряд очень сложных решений, связанных с не только восстановлением страны, но и с вопросами, которые нужно будет ставить. Я думаю, что это будет вопрос переопределения идентичности, переопределения места в Европе и в мире и залечивания ран не только военных, но и внутренних. Поскольку очень много травм психологических, я бы сказал, ментальных травм, которые переживают различные группы украинцев. Ну и, конечно, вопрос о украинцах за пределами Украины. Вернутся ли они? Сможет ли Украина достаточно быстрыми, динамическими темпами? Мне не нравится слово «восстановление страны». Вот сейчас говорят об этом, и скандал с Мустафой Найеном, он как раз агентство возглавлял. Скорее, это не восстановление страны, это во многих аспектах создание новой страны. Поэтому я бы в одной фразе сказал так. Что будет после? Это будет попытка выстроить новую страну со всеми сложностями и вызовами, которые нас ожидают. А что это за вызовы? Это вызовы, которые связаны с многими вопросами, и мы их сегодня не сможем обсудить детально. Но я как философ могу начать с вопросов философских и стратегических, переосмысления того, кто мы, что мы можем дать Европейскому Союзу, что мы можем дать большому региону, что мы можем дать миру. То есть кто мы и что мы можем предложить. Какие ценности, какие продукты, какие идеи. Это первое, то есть фундамент для меня в первую очередь, это идеи и стратегии. А второе, как мы, кто мы экономически, кто мы политически. Вот вопросы. Останется ли политическая система такой, как она была? Я считаю, эта система достаточно устарела. Украина должна быть более многообразна, она должна быть более региональна, она должна учитывать исторические и культурные разнообразия, с которыми она пришла в 91-й год. Не стоит забывать, что Украина – это тоже малая империя, постимперия. И если кого-то это удивляет, завершая этот ответ, могу предложить просто голые факты. Интересно. Да, Украина, если говорить о границах 91-го года, это результат имперской политики. Имперской политики Советского Союза. Потому что на момент 1918-1922 годов, то есть после Первой мировой создания новых систем, признанных международными договорами, признанных всеми главными политическими игроками, после Первой мировой, значительная часть Украины принадлежала Польше, по признанию международного права. Часть Украины принадлежала Румынии. Часть Украины принадлежала Чехии, Чехословакии точнее тогда. И если мы говорим о тех границах, которые Украинская Советская Республика в составе Союза обрела после 45-го года, то есть по факту завершения Второй мировой, мы видим, что эти территории, утвержденные международным правом в 20-х годах, условно говоря, 20-го века, были пересмотрены, но пересмотрены под... Какими факторами? Факторами имперской политики Сталина. Поэтому, когда мы говорим об имперскости, мы должны понимать, что те границы, которые мы стремимся возобновить, они возникали не в результате естественного развития страны, не в результате какой-то длительной истории, а в результате ряда шагов, связанных, если мы называем Советский Союз империей, связанных с имперской политикой Сталина. Потому что, если бы это была не имперская политика, и мир вернулся бы к договорам после Первой мировой, понятно, что границы Украины после распада Союза были бы другими, и границы проходили бы по другим территориям. И, соответственно, из этих регионов совершенно разные истории, разные культуры, разные линии повествований. Вот о чем я говорю. И мы это забыли последние 15 лет. Что Украина так многообразна, она создана из таких разных историй, из таких разных идентичностей, что, желая создать одну, жесткую, узкую, мы тем самым где-то ослабили себя изнутри. Поэтому я и говорю, что после войны я бы очень хотел, чтобы возникла серьезная дискуссия политическая и, не знаю какая, социальная, о том, кто мы. Мы этими вопросами не занимались и не занимались в урезанном пропагандистском виде. Последний ряд 10. А почему вы говорите о сроке 15 лет? Последние 15 лет? Последние 15 лет? Ну, давайте посмотрим, как создавалась вот эта жесткая, узкая идентичность. Она создавалась постепенно. Это другой разговор. Разговор, скажем, исторический, политический. Но можно сказать о том, что точка 1900, я сказала, Первый мировой, 2014 год, это такая ключевая точка, когда процессы создания жесткой идентичности убыстрились. Это именно начиная с 14-15 годов. Они шли и до этого. Они начинались еще в 90-х. В 90-х они начинались как создание в определенных группах. Это были писатели, группы интеллектуалов, очень небольшие группы политиков. Но это еще не было сознание всей страны. И вот эта история за 32 года стала приходить к тому, что последние 10 лет этот процесс максимально не то чтобы убыстрился, а стал фиксироваться на законодательном уровне. Языковые вопросы, религиозные вопросы, то есть, говоря просто, государство стало активнее вмешиваться в формирование идентичности. И у меня, как у философа, всегда вопрос. Является это ролью государства с помощью законов, с помощью принудительных мер формировать идентичность. А сейчас, когда идет война, естественно, эти процессы еще более ускорились. Так что вас не устраивает в нынешней ситуации с национальной идентичностью украинцев? Меня не устраивает то, что она не подходит, поскольку она является слишком узкой и слишком ограниченной для такой страны, которая возникла в 91-м году, где есть группы очень разных историй. Например, есть центральная Украина, есть западная Украина, она тоже разнообразна. Если мы условно находим греко-католиков или православных на Волыне, если мы находим центральные области со своей историей, то вот все это вместе требует немножко другого, более бережного подхода. Мне не устраивает то, что Украина не развивалась в последнее время как именно та страна, которая провозглашала себя демократичной и свободной. Вот это меня не устраивает. Вы считаете, что демократичная структура? Меня не устраивает невозможность ведения серьезных дискуссий в публичной сфере. Я говорю даже до начала войны. Меня не устраивает то, что государство берет на себя роль в религиозной политике, в политике идентичности, в политике под видом общественных организаций и культуры памяти. Я бы считал, если бы мы более демократичны, хотим быть более свободными, чтобы этим занималось не государство. Вот главный пункт того, что меня не устраивает. Хотя многим то, что меня не устраивает, это не фактор, это не аргумент. Мне важно, чтобы моя страна, Украина, была более свободной, более разнообразной. Вот что меня не устраивает. Меня не устраивает, когда государство диктует картину мира своим гражданам. Вот это самый главный вопрос. Граждане сами, свободные граждане сами должны решать вопросы идентичности, культуры, памяти, истории, дискуссии, религии и экономики. Потому что ситуация в экономике тоже непростая, и государство постепенно, постепенно тоже усиливало давление на бизнес. Собственно, это не черты свободного демократического государства. Вот что меня не устраивает. Так вы считаете, что демократии стало меньше в Украине за эти 10 лет? Я считаю, что демократии стало гораздо меньше за последние 10 лет и особенно за последние 2,5 года. И это нельзя объяснять войной, это нельзя объяснять военным положением только. И все-таки чем это еще объясняется, если не война? Я это объясняется, можно по-разному объяснить. Я объясняю это желанием контролировать сознание людей. Я объясняю это сознательным желанием распространять влияние вертикально государственное на те сферы жизни общества, которые государство не имеет права трогать, если оно европейское и демократическое. Ну, например, даже в Европе после Вестфальского договора и особенно в 18 век, например, вопросы свободы совести, хотя и был провозглашен термин кую регио эюс религию, чье правление того и религия, все равно постепенно страны шли по пути религиозной свободы совести и по пути предоставления различным религиозным организациям своя пример только привык. Вот пример. Государство не вмешивалось в самоуправление городов в Европе. вот радхаузы, самоуправление городов, иногда городов республик. Вот это желание, вот сейчас я скажу важный тезис, который связан с предыдущим моим ответом об истории Украины. Вот это желание жесткой идентичности и давления на другие истории, другие повествования, это именно постимперский синдром Украины. Вот что мне не нравится. Вот это собственно проявление, это то, что мы унаследовали имперские способы управления. Если сейчас центр Киев становится, раньше был центр Москва, например, сейчас Киев, если Киев центр, то власть, которая сосредоточена в Киеве, обладает полномочиями и правом диктовать в лице своих представителей власти или лидеров мнений определенную историю, определенную культуру, определенную идентичность. И для меня большой вопрос почему наши элиты не видят опасности этого прямо вот сейчас. Потому что мы даем опасности. Какие именно опасности? Опасности ослабления лояльности к системе, идентификации гражданина с политической системой, с государством, когда граждане все больше видят, что государство не твой союзник, что государство не охраняет твою собственность. Тезис Джона Лока «Задача государства» это охранение священного права собственности, что государство не дает тебе возможность получать то образование или иметь ту историческую память, которую ты или твоя группа хотели бы. Это ослабляет нас, Украину, в борьбе с нашим врагом. Сейчас наш враг это агрессор, который вторгся на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Солидарность и понимание того, что государство союзник, что государство свободы нашей сохраняет, что оно всех нас уважает, что каждая картина мира, это картина мира украинцев, большой Украины, с разными историями, по моему мнению, должно было бы усиливать Украину в этот тяжелый период. То есть речь идет, чтобы я хотел, о перестройке на уровне мышления политических элит в Киеве, о перестраивании, понимании того, что такое внутренняя политика. Я бы в первую очередь изменил бы внутреннюю политику. дал бы сигналы гражданам, что мы вас всех уважаем. Мы ценим каждого человека, мы ценим каждую личность. Каждый из вас нам очень дорог. Мы дорожим каждой жизнью, каждой личностью, каждым миром. Вот это важно. Таких сигналов государство не посылает. Потому что это не те, это не те. И фактически если мы читаем или слышим обращение президента или определенных лидеров мнений, или определенных политиков, мы не слышим эти посылы. Мы помним каждого из вас, мы заботимся о каждом из вас, мы уважаем каждого, мы даем свободу реализовываться каждому из вас. Наоборот, в этой риторике я бы сейчас не хотел этот длинный разговор, но взять тексты последних хотя бы полутора лет и посмотреть, например, разграничения. Это украинцы не такие, это не такие, этих мы описываем вот так, этих вот так. То есть я бы сказал, как философ здесь, на уровне лингвистической экспертизы, это язык разграничений, отчуждений и противопоставлений правильные и неправильные, хорошие, плохие, патриоты, непатриоты, настоящие, ненастоящие. В такой системе нет солидарности, а это ослабляет государство. Вот те, кто услышат наш разговор, представители тоже, может быть, политической власти, я это говорил им до войны очень часто, это ослабляет. Неужели вы не видите, что мы становимся внутренне слабее? Вот это мой посыл. Прошлой, можете привести какой-то более конкретный пример? Более конкретный пример? Да. я приводил, ну вот, посмотрите. Первый это вопрос, для меня важный, хотя я являюсь католиком, это усиление давления на украинскую православную церковь. Оно продолжается, это давление, и интернет наполнен, идет война, где все мы должны объединяться, где людей вытесняют из храмов, где судят священников, где под тюремным арестом находятся епископы и даже метрополиты. Это уже что? Когда это было, спросим себя? Когда метрополиты оказывались за решеткой или под обвинением государств? Епископы. Ну, единственное время было в 20 веке, это при Сталине. Больше в советское время такого не было, уже после Сталина, я имею в виду, советское пост-талинское время. Ну, а до, естественно, 17-го года трудно себе представить. Трудно себе это представить в Европе в то время, за исключением, конечно, советских наших республик, и то на, то есть, советских, видите, оговорка советского варшавского блока, где после Второй мировой было давление религиозных деятелей в Польше, в других странах, в Германии. Но это все-таки было недолго. Вот конкретный пример. Второй пример, ну что, если бы вы дали мне такую цель, я бы подобрал вам речи политиков от Зеленского до представителей власти, до спикеров, от лидеров мнений, и представил вам список вот этих разграничений. Я думаю, что тот, кто смотрит нашу программу, может потом в комментариях, каждую неделю можно набрать сотни цитатов, что есть не те украинцы, что я сам получаю эти упреки. Ну вот, если вы хотите конкретный пример, вот я конкретный пример. В чем вас упрекают? В том, что я неправильный патриот, в том, что я певец империи, в том, что я не помогаю Украине, потому что высказываю свое мнение, а должен говорить то, что считают правильным какие-то узкие группы людей. Вот они считают, что все должны повторять какие-то лозунги, которые ими придуманы. И вот эти обвинения регулярно я получаю вот недавние волны обсуждений в социальных сетях вашего покорного слуги, тому подтверждение. Собственно, это неумение солидаризироваться и это старая болезнь украинцев, который я когда-то назвал синдромом краба в одном из блогов газеты «День», когда краб не дает другому выбраться из ведра. Если кто-то из крабов хочет выбраться из ведра, все другие цепляются ему, цепляют его за эти клешни и тянут вниз. Принцип не высовываться. Собственно, он в Украине всегда был, в советское время здесь была самая тяжелая советская власть в Украинской республике. Самая давящая, самая репрессивная КГБ была в Украине, запретов было больше всего в Украине, ну, я вижу, что и после 91-го года эта добрая старая традиция при всей критике советской системы и декоммунизации осталась как бы в памяти управления. За что? Вот я вам объяснил, вот конкретный пример, например, я, но это незначительный пример, но вот если угодно, мы можем когда-то взять выступление наших главных политиков и посмотреть вот этот язык разграничений. Ну, последние такие резонансные дискуссии об этом можно найти. Наши спикеры, лидеры мнений, которые называются украинскими патриотами, регулярно идут на этот шаг. Вот посмотрите, последние несколько резонансных событий. Вот восстановление на работе эофарион. Ну, если кто, вы мне спрашиваете, конкретный пример, ну, посмотрите ее интервью, посмотрите ее тексты. Или вот, ну, не буду уже называть имена на слуху, то, что было последние недели, и дискуссии, и дебаты, и обвинения. Вот, это все подрывает внутреннюю солидарность, о которой я говорил. Хорошо, почему вас считают неправильным патриотом? Ну, вы знаете, это уже вопрос, как бы, ну, я сказал, потому что пропаганда работает так, вот, если она на уровне государственном или на уровне каких-то групп, которые становятся влиятельны не по содержанию идей, а по поддержке какой-то финансовой, имиджевой, опять же, скрытой поддержке государства или каких-то фондов. Как работает пропаганда? В первую очередь в публичной сфере те или иные сообщения, посылы, месседжи всегда формируются в виде каких-то фраз, в виде каких-то слов. Вот мы, например, говорим победа или поражение. Мы, например, говорим о том, что Украина обязана победить. Это все слова, называется это фрейминг, определенный. Это только один пример. И вот, если, например, говорят о том, что признавать вот таких-то писателей такую-то историю, включать эту историю в нашу общую историю, это имперская пропаганда, закрывая глаза на то, что Киев до 17-го года сформирован людьми различных культур, немецкой, русской, польской, еврейской и так далее. То есть, о нашем прошлом нужно говорить только вот так. Вот я вам показываю, как это работает. Вот давайте так, наша идентичность вот такая, наша история вот такая, о ней нужно говорить вот так, так и так, в таких фразах. Те, кто соглашается на эти правила игры, фактически убивают себя как личность, я подчеркиваю. Это практически не живой ум, это повторы, похожие на искусственный интеллект, они плодят эти клише. Соответственно, публичное пространство заполняется клишированными фразами об истории Украины. И вот, допустим, появляется какой-то человек, два или три человека, которые говорят, а ведь это не так. Вот посмотрите, что было в 17-м и 22-м году, а посмотрите, что говорил Сикорский, а посмотрите, что говорил Вернадский, а посмотрите, как мыслили в Киеве перед Первой мировой, а посмотрите, что творилось в 20-х, 30-х годах. Вы говорите о декоммунизации, а посмотрите, что сын Катюбинского вошел с Красной армии в Киев с большевиками во главе этих отрядов, что два сына Ивана Франко признали советскую власть, и один погибнул потом в застенках НКВД два года спустя, но он фактически прочитал в Верховном Совете УРСР вот этот документ о вхождении, о желании присоединить Голочино к Украине, а другой сын дожил до 1971 года, работая в советской системе. Вот если эти вещи все, так это было вот так, а смотрите, что думал Франко, а смотрите, что думала на самом деле украинка, и вот тогда возникают эти группы влияния, и говорят следующее, этот человек враг, потому что он цитирует не то, что нужно цитировать, да, Франко это говорил, но сейчас не принято это утверждать, да, его дети признали советскую власть и способствовали слиянию Голочины с Советским Союзом, вот я показываю как работает пропаганда, и вот если какой-то человек находится, например, ваш покорный слуга, который говорит, нет, история сложнее, и Франко, и Лесси Украинка левые, их дети, ну, не Лесси Украинки, а дети, скажем, Косюбинского и Франко поддержали советскую власть, вы хотите декоммунизировать полностью систему, вы боретесь с советским наследием, тогда сносите памятник Шевченко перед Красным корпусом, он при Сталине был воздвигнут в 1939 году, тогда вы должны запретить и Франко, потому что мы сейчас найдем его тексты совершенно не, скажем, нелояльные вашей позиции, ну, и уж тем более наследие этих писателей в советское время. Вот как работает пропаганда, вот почему люди оказываются неугодными. То есть, или ты хочешь быть живой личностью и пытаться понять, что происходило и происходит, и делиться этим с другими, но тогда попадаешь под шквал атаки или ты озвучиваешь предложенное и где-то сформированное клише выжимки из истории Украины, обрывки идентичности, деформированное, деконтекстуализированное представление о том, кто мы, тогда ты свой, но ты тогда, как в старых немецких сказках, продаешь свою душу, продаешь свое сердце, продаешь свой ум, поскольку ты уже не мыслишь, ты просто озвучиваешь клише, ты получаешь какую-то зарплату, тебе дают какую-то премию, ты даже можешь получить какое-то имиджевое вливание, но в принципе ты повторяешь то, что повторять нужно в этой среде. Вот я объяснил почему. И сейчас это усиливается, меня это волно тревожит. Ну вот была дискуссия, например, о Булгакове, так? Была, да, есть. И как быть Булгаковым? Как быть Булгаковым? Да. Оставить его в покое. Оставить его в покое. не дело государства и не дело активистов, государственных и парагосударственных заставлять, отменять и изымать книги из книжных магазинов, атаковать музей, требовать забыть или стереть из памяти, а просто дать возможность во-первых, меньше говорить о Булгакове в политическом контексте и понимать, что если мы пойдем таким путем и мы хотим быть логичными и непротиворечивыми, тогда мы должны запретить всех. Еще раз, это уже те клише, которые, это уже не клише, а набор контраргументов. Тогда нужно запретить сковороду или отменить его. Почему? Потому что он не писал на украинском языке, тогда не было украинского языка, и потому что он воспитатель имперских элит, потому что он воспитывал служителей империи. Тогда нужно запретить Сикорского, потому что он правый монархист и считал свою идентичность двойной. Нужно запретить Вернацкого, потому что Вернацкий считал свою идентичность двойной. И у него в дневниках и в текстах такое, что и не снилось нашим декоммунизаторам. Уж не говорю о том, что его сын, знаменитый историк по миграции, который как раз занимался Русью и историей Российской империи. Не нужно этого бояться. Вот эта двойная идентичность, о которой я говорю, только усиливает. Например, очень много есть франко-румынских философов, писателей, художников, композиторов. Никто никого не считает предателем. Например, одно время человек родился в Румынии, жил там, потом он переехал в Париж и пишет на французском, но он ходит в историю как франко-румынский, румыно-французский, мыслитель и так далее. Потому что спектр языков это позволяет. Вот я говорю, почему? Тогда вот эта логика не нужно трогать Булгакова. Пусть люди читают, во всем мире его читают, когда говорят, что он никому не нужен в Европе, никто его не знает, это ложь. Много переводов, постановок, театр, дискуссии, литература, все это есть. Читают, знают, интересуются. Не только Булгакова. Вот я привел пример. Опять, это начало нашего разговора. не дело государства вытачивать культурную память и идентичность по образу и подобию узкого круга не очень образованных и не очень грамотных людей, навязывая их узкий кругозор людям различных историй образования и культуры и так далее. Вот дискуссия Булгакова, я предлагаю их завершить выдохом. Никуда он не денется из истории. Сейчас люди, которые борются с этим именем, себя в смешном свете выставляют. Как раз только Булгаков в Киеве родились Бердяев, Шестов, Вертинский, вот я уже сказал Сикорский, еще могу называть сотни и сотни имен. Так же, как и в Одесской великой литературе. Не знаю, Бабель, а если не Одесская еще Гроссман, то это сотни имен. Елисавет Гаде родился Арсений Тарковский и так далее. То есть, только Ромага страна. А во Львове сколько людей родилось? Различных культур. Они составляют свет всего мира. А сколько в Черновцах? Шумпетер учился. Целан это город Черновцы Целана. Это известный немецкий еврейский поэт и так далее. Вот тогда мы говорим, тогда ну что, займемся Целаном? И тут начинают говорить пропагандисты, ну Целан же на нас не напал. Целан сейчас на нас не напал, но в 41 году напала немецкая культура на нас. Так что и что? И Шумпетер, и что дальше? И то, что, например, Иван Франко, написав статью о Мицкевиче как поэте предательства в венской газете Дицайт, был отвергнут всем польским сообществом. И писал, кроме этого, он до этого писал в польские газеты, чтобы выживать, он писал газеты немецкие, чешские и русские, русскоимперские газеты. То есть он был также и русским публицистом. И что? Давайте теперь возобновим спор об Иване Франко, декоммунизируем, запретим, с купюрами будем его цитировать. То есть я показываю, что люди, создававшие культуру, люди, создававшие традицию интеллектуальную, они были умнее нас, глубже нас, разностороннее нас. А сейчас мы хотим, вы человек, который помнит советскую систему даже лучше, чем я, мы хотим их редактировать. Вот ёлку редактировать под столб деревянный. Вот так же вот, вот я буду теперь всегда говорить, а что с Булгаковым, и буду спрашивать, а что с Иваном Франко, Булгаковым, а что с Лесси Украина, а что с Михаилом Грушевским, который сотрудничал с советской властью и выстраивал советскую академическую систему, кто с ним делает? Давайте тогда вначале разберемся с Франко, Грушевским, ну не знаю, там, и с другими, с другими людьми, а потом уже на остаток тогда уже будем разбираться с Булгаком, потому что так, нечестно, это пропагандистский трюк. Ну хорошо, скажите, пожалуйста, а самоидентификация того или иного человека из прошлого, в том числе политиков, общественных деятелей, писателей, она имеет значение? Ну вот, условно говоря, мы же не будем отрицать, что, безусловно, самоидентификация Ивана Франко была украинской, а Булгаков едва ли себя ощущал как украинец? Это, если говорить клише, можно сказать, что идентификация Франко была украинцей. Если смотреть, например, его биографию, очень, кстати, непоследовательную, это человек, которого бросало из стороны в сторону, он занимался то публицистикой, то потом решил в науку, Баденни, граф его как бы не пустил в университет. Например, в период студенчества он поддерживал так называемое русинское движение и писал свои ранние тексты на язычии. А партию, которую он создал вначале, называлась русско-украинска, если я не ошибаюсь, радикально партия, что-то такое. Русско-украинска, потом Русско-Витпало. Поэтому, если говорить об идентификации, то это более широкая украинская идентификация. Русско-украинская идентификация, руссыны, русынские партии. И они там спорили между собой. И вот так можно найти таких примеров показать, но это замалчивается, это неактуально. Потом идентификация Булгакова. Что мы хотим от человека киевлянина начала 20 века? Где он мог видеть широкие круги украинской патриотической публичности, которая вот сейчас активна, последние годы? Где он их мог встретить? В первой Александровской гимназии, в университете Святого Владимира, на разных вечеринках и журфиксах, но в парке Мариинском или городском парке? Где? Где он мог это прочесть? И, кстати, в семье у него был дядя, который был сторонниками украинского движения, и безусловно, но тогда это принималось совершенно в другом виде. Тогда можно было быть патриотом страны своей, и одновременно быть патриотом украинской идентичности, но это была опять же идентичность другая, одна другой не противостояла. И мы не можем, Черчилль, вот недавно вышла новая публикация, я разбирал новую биографию, а на русский переведена была книга Али, такого левого деятеля, тоже называется «Преступление Черчилля». Черчилль для меня очень важный человек, большой авторитет. Он восхищался Муссолини, он считал, что Индия не имеет никаких возможностей управлять собой и сама. Он был имперец, и что? Что мы будем делать? И что еще? Не знаю. Конан Дойль, Киплинг и так далее. Сейчас я буду называть имя за именем, мы тогда что сделаем с литературой английской 18-19-20 веков. Что мы сделаем? Тогда я задам вопрос ваш, но уже английской культуре. Имеет значение идентификация Черчилля? Вы помните 81-й или 2-й год Мальдивы, Мальдвинские острова, извините, Мальдивы? Война Британии за свои колонии. Сегодня это рассматривалось бы как колониальная война. Тогда это объединило общество. Тогда мы спросим, какую идентичность была у Маргарет Тэтчер? Имеет ли значение ее имперская идентичность? Она хотела быть, кстати, в детстве администратором в индийских колониях. Она писала это в своей книге «Искусство управлять государством», ее знаменитая книга. Вот там она говорит, когда я была девочкой, я мечтала стать чиновницей имперской в Индии. Ну, давайте отменить. Кстати, многие радикально левые хотят отменить Маргарет Тэтчер, отменить Рейган, потому что слишком они неудобны для современных движений, трендов. А это люди, между прочим, которые сыграли решающую роль в обвале коммунистической системы. В Великобритании даже Киплинга, есть люди, которые хотели бы отменить Киплинга. Я помню такой очаровательный эпизод камера. Знаете, бывает, что телевизионная камера ловит такие неполиткорректные эпизоды. Борис Джонсон, еще министр иностранной тела Великобритании, еще до его премьерства, приезжает с визитом в Бирбург. И там его водят в камерах, следит за ним на экскурсии. И в какой-то момент, когда его показывают какой-то большой колокол, он вспоминает слова про колокол из знаменитого стихотворения Киплинга «Дорога на Мандалай». начинает, как любой хороший, наверное, в прошлом школьник, он знает наизусть эти стихи и начинает громко цитировать один фрагмент и стоящий рядом, по-моему, посол Великобритании или там заместитель посла страшным шепотом ему говорит «Господин министр, это сейчас здесь не принято». Ну вот, ну еще бы. Это лично прочитать «Бремя белого человека» или «Песнь белых людей». Две поэмы, например, такие, да, ну не поэмы, а большие стихотворения. Ну, кстати, Джонсон написал биографию Черчилля. Я почему его вспомнил? Да, до своего премьерства. И до мозга костей имперец. Ну да, он союзник Украины, но это не отменяет его имперскую идентичность. А то, что премьер-министр нынешней Британии индиец, этнический, да, я здесь неграмотный человек, может, этнический он не индиец, но он как бы индийский корень имеет. Это же тоже имперская наследие. Ну вот, это же не отменить, правда, не отменить, что теперь первое, хотя у него сейчас дела идут плохо и, скорее всего, недолго он пробудет на этом посту, но это достижение, но это достижение имперское. А я здесь не певец империи, ни в коем случае. Время таких империй прошло. Я просто говорю о том, что империя присутствует до сих пор, и если мы ее будем вырезать из тела политического, умрет само тело, тогда мы не поймем, а почему индус, индийц, извините, возглавляет, вот давайте вернемся на сто лет назад, представим себе разговоры в британском обществе, вот, да, и мы так можем слушать со стороны. И вот один за столом говорит, а вы знаете, да, джентльмен, через сто лет, вот вы говорите, Индия не имеет никаких талантов управлять собой и не может существовать как свободное независимое государство. Я вам больше скажу, джентльмен, мне сказал один маг или гадалка, цыганка сказала, что через сто лет Индии будет управлять, извините, Британия будет управлять индийц. Все говорят, да, быть такого не могут, да, ну слушайте, батенька, ну, мы понимаем, что вы выпили много вина, но в принципе, шутки мы сами любим шутить, британцы любят шутки, но это же чересчур, извините. Невозможно было представить, поэтому говорю, вот идентичность, пожалуйста, это современники Булгакова, так бы говорили, только в Лондоне, потому что они были имперцы. Ну да, и евреев трудно было представить на высших государственных постах в Украине, правда? Я, вы знаете, в Британии, кстати, уже 19 век дал такие примеры, фактически, это и малый сильный процесс, да, премьер-министр, причем успешный, ну, он был причем, евреев. Да, безусловно, но мы же не говорим о том, что президент Украины правоверный иудеи, правильно? Это светский человек. Я бы вообще даже не акцентировал на национальностях в таком аспекте, потому что речь ведь идет для меня о каких-то допотопных определениях. Это, кстати, только нацизм в 30-е годы и в начале 40-х, естественно, акцентировал роль на этой части личности идентичной, потому что ведь многие евреи, которые погибли в Холокост, они были лютеранами, католиками, как монахиня Эдинштайн, например, да, они были вообще христианами, скажем так, ну, там, православными, если брать Восточный фронт и так далее. Но вот этот страшный подход нацистов к тому, что неважно, что ты лютеранин, а вот у тебя там какая-то кровь, собственно, это логика крови. Логика крови это опасная логика в политике, в политической системе. Она ничего не дает, этот ключ ничего не открывает. Ну, хорошо, при этом же люди все равно будут задаваться вопросом, а Булгаков действительно был врагом Украины, Булгаков действительно был украинофомом, или это просто герои его книг в соответствии с, скажем так, с исторической правдой высказывают те или иные антиукраинские высказывания, и это было частью той жизни, которую Булгаков описывал в той же Белой Гвардии. Я отвечу на этот вопрос, это очень простой вопрос, но перед этим пусть наши зрители, когда слышат, а потом после передачи ответят на другой вопрос. Вот если мы возьмем ряд поэм Раса Григорьевича Шевченко, то мы увидим, что он очень плохо и очень неполиткорректно высказывается обо всех, а именно москали, ляхи, смягчаю, чтобы не было евреи, он по-другому это называл, немцы, и если бы я был пропагандистом из какого-то заведения типа института памяти, я бы набрал таких цитат из Шевченко, не упоминая его имени, и сказал бы посмотрите, вы либеральное, демократические люди, которые борются за свободу, борются с имперским прошлым, вот это вот что за идентичность, где все народы описаны очень плохо, враждебно, и я бы сказал так, в таком ключе милитарно, скажу так иностранным языком, иллиминативно, вот кто понял, пусть вот так, что если сказать, как это звучит по-русски, было бы страшно, так что в этом плане у нас есть очень много прецедентов, зачем нам булгар, у нас есть Шевченко, если мы говорим о идентичности более узкой, а был ли, как он любил Украину, а была ли Украина в моменте, когда он, он писал, когда была уже советская Украина, и был к ней лоялен, все, что он написал, это была реакция определенной среды людей, вот сейчас я говорю медленно, реакция определенной среды на петлюру и на петлюровское движение, но такую же реакцию мы можем прочитать и у других представителей того времени, и не только на петлюру, любую страну взять, заходит какой-то из групп, безусловно, для него это чудовое тогда, сейчас вот очень много обсуждали Константина Паустовского, тоже не пары, крайне, что-то киевлянин, и тоже написал о петлюре и петлюровцах еще более, скажем, критические страницы, и не только он, ну, потому что это явление небывалое, но представьте себе люди одетые, ведущие себя так, как не видел никто из большинства киевлян, ну, так понятно, мы должны смотреть на то время не глазами современных пропагандистских агиток, а на минуточку поставить себя в ситуацию в начало двадцатого века, то есть мы как-то должны работать с картинами мира, или как, ну, и когда мы будем идти в любой век, девятнадцатый, восемнадцатый, тогда мы будем говорить, а вот этот человек в семнадцатом веке не любил Украину, а этот человек в пяттадцатом веке не любил Украину, а Andrei Боголюбский не любил Украину, он был врагом Украины, вот это мы говорим сейчас, говорят активисты, ну, отлично, Андрей Боголюбский как враг Украины, прекрасный, равно как и Черниговские князья часто тогда, то есть мы совершаем главный грех, Мы исходим из наших сиюминутных, временных и очень примитивных представлений и начинаем входить в сознание людей прошлого, требуя от них, это требование ребенка, это требование инфантила, чтобы какие-то люди 50, 100, 200, 300 лет назад думали, как я, как моя группа. И если я увижу в их текстах, в их сознаниях высказывания, в дневниках, что они думают не так, как я, тогда я ставлю вопрос, или я, или он. А поскольку я сейчас у власти, имеется в виду пропагандистской, я лидер мнений, я буду делать все возможное, чтобы этот мой оппонент навсегда исчез из памяти народа, но это невозможно, они проиграют. Но вот я эту логику описал. Это подросток, он хочет, чтобы все думали, как он. А почему, собственно? Булгаков должен любить Украину в 1918 году. Он и Скоропадского критиковал, а я к Скоропадскому прекрасно отношусь. Я очень люблю поляков, и я католик. Достоевский очень плохо писал о поляках, и очень плохо писал о католицизме. И что? Я его не отменяю для себя, для меня это великий писатель, я его читаю, перечитываю регулярно. Он делает больно моему католическому самосознанию, моей идентичности. Легенда о великом инквизиторе – это пасквиль антикатолический. Мне не мешает ценить Достоевского. А эти люди хотят, вот нашел что-то, несоответствующее моему мнению, отменить, запретить, убрать из памяти народную. Вот как это действует. Это опасно. Потому что, в конце концов, мы станем вот такими подростками, которые постоят. Почему это опасно? Вот завершаю эту тему. Потому что, вот как Грета Тунберг выстрелила с пропалестинскими вот этими своими прокламациями. Ой. Обожаю, в кавычках, эту девушку. Так вот, это же целое движение. И теперь зеленые растерялись, потому что они стали терять свои знамена. Теперь многие в Европе поняли, что то, чему они вчера аплодировали, сегодня наносит очень серьезный имиджевый удар, например, в Германии, условно говоря, или во Франции. И то, что вчера, так и тому, что в головах этих инфантильных людей, молодых, и в сорок, и в пятьдесят, скажем, да, таких молодых, в плане незрелых, потому что молодость бывает зрелой. Вот в головах этих людей постоянно дуют ветра. И если они завтра придут еще к чему-то, прогрессивному в кавычках, они опять будут заставлять взрослых танцевать под их дудку. Сказано в Евангелии, вы как дети, которые говорят, мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам жалобные песни, а вы не плакали. Это говорит Христос. Он говорит, обращаясь к народу, вы как малые дети. Вы хотите под себя, под свое детское сознание втиснуть сложность мира. Так не бывает. Ну хорошо. Вы упомянули Украинскую Православную Церковь. А как быть с тем, что, как утверждают многие, она является не просто церковью, а некой злокозненной организацией, которая связана с Москвой и проводит, если угодно, политическую обработку базбов верующих. Как минимум. Не говоря уже о прочих грехах, которые вменяются в вину тем самым митрополитам и епископам, которые сидят в местах, где столь отдаленные. Ну, подследствием, да, и так далее. Пока еще не было, насколько я знаю, у меня украинская фраза была, вырак суду. Еще не было решения суда. Договоры. Но многие уже, ну, некоторые, немногие, давайте я очень корректно буду говорить, и епископы, да, и митрополит, Павел, например, точно серьезно, да. А вот вы сказали, вот это как раз упаковка, это фрейминг. Смотрите, они совращают умы или искажают умы украинцев, они связаны с Москвой, это зловредная организация, которая и так далее. Как только мы описали УПЦ, таким образом, большинство людей, которые вообще не разбираются в тонкостях теологии, догматики, истории церкви, они тут же эмоционально накачаны и вспыхивают. И они спрашивают, куда идти, что штурмовать, кого там, не знаю, дергать за бороду, кого выгонять, кого отменять. Потому что это описание ложно. Ложно. Если говорить о коллаборантах, о которых часто упоминают, то в СБУ их было, пожалуй, больше по количеству. Но никто же не рассматривает СБУ как зловредную организацию, которая предавала украинцев в ряде регионов страны. Никто не говорит там о лидере СБУ, который уехал и так далее. И многие-многие люди, это факты, которые в прессе, это не моя придумка. Но мы же не делаем такое заключение, что СБУ это антиукраинская организация, потому что ряд сотрудников СБУ, достаточно серьезное их количество, предало Украину. Нет, мы так не говорим. Мы говорим, ну да, это предатели, но СБУ это украинская организация. Это служба государственной безопасности. Но почему-то, если мы находим ряд людей в УПЦ, которые, кстати, на оккупированных территориях продолжали свое служение, это, кстати, тоже сталинский подход. Вот те, когда немцы пришли в Киев, например, я часто повторяю эту цифру, здесь остался только один священник. Сталинизм позже вернулся к православной церкви, в 43-м году. А до этого он уничтожал православие. И вот там был один священник только, и, по-моему, один диатон. И тогда что сделали немцы? Они открыли храмы, и там стали служить священники. И некоторые священники попали под это обвинение, но Сталин, у него такая была очень, ну, скажем, политика, опять же, то, что он решал, то и логика. И некоторые продолжали и после войны служить. Но, в принципе, они подпадали под принцип коллаборации. Они служили при немцах. Это очень достойные священники православной церкви. И потом многие из них и советской власти служили, тоже подвергались гонению при Хрущеве. Ну, тем не менее. И если какие-то священники продолжают служение, а если кто-то из них высказывался против Украины, то зачем тогда обвинять всю церковь эту? Вот я провел пример. СБУ и православная церковь Украины. Связь с Москвой. Они всячески уже много-много раз говорили, что это Украинская православная церковь. Они исключили московский патриархат. Это уже дискуссии. Потому что церковная догматика и представление о канонах связывает определенные большие церкви с теми или иными патриархатами. И этот механизм, это ловушка, в которую попалась УПЦ. Что им предлагали? Вы тогда переходите, вливайтесь в ряды ПЦУ. Но церковно-мыслящие люди, опять же, еще раз, я католик, а не представитель УПЦ. Но те, кто более консервативного склада или немножко мыслит церковно, для него это не вопрос политики. А ты пойди из одной юрисдикции перейди в другую. Какая разница? Там же Константинобольский патриарх. Почему вы не перейдете? Мы отказались от слова московский. Мы осудили деятельность патриарха Кирилла, говорят эти люди. Каждый раз, когда патриарх Кирилл пытается, в кавычках, защитить православную церковь, украинскую православную церковь, тут же иерархии православной церкви здесь у нас в Украине критикуют и отмежевываются того, что он говорит. Но что они еще должны сделать? Они должны исчезнуть или перейти в другую организацию. Но еще раз говорю, для церковного сознания это не политический ход поменять принадлежность. Так мысли, кстати, люди, которые любят туда-сюда переходить. У нас много депутатов сейчас патриотичных, которые еще вчера-позавчера были в других партиях. Для них не впервой менять направление мыслей. Для церковного человека это непросто. То есть лояльность определенному церковному институту выше, чем лояльность государству? Нет, это не лояльность церковному институту. Церковь это не описывается в категориях политической или социальной институции только. Вот что я хочу сказать. Это отдельный разговор с теологами, с догматами, с тех, кто знает догматы, историю церкви и так далее. Сейчас я не хочу профанировать эту тему. Но церковь это не организация. Ее пытаются представить как какую-то общественную организацию. Которая озвучивает какие-то идеи. Церковь это таинство. Таинство предполагает историю апостольской преемственности. Предполагает такие вещи, как силу таинств. Например, Евхаристии, отпущение греков. Таинство исповеди, таинство брака и так далее. Это связано, это в терминах одного из философов конца 19 века, богочеловеческий организм. Ну, здесь же не идет речь о верности Москве. Здесь речь идет о том, что процесс сложнее. Вот так вот просто перейти. Это уже говоря о том, что там люди, которые к ним будут тоже настроены всегда враждебно. И они, если даже перейдут, они перейдут на подчиненное положение. Это вот как сейчас наше министерство образования хочет сливать университеты. Вот если говорить в языке и на социальных, политических структур, институтов. Вот представьте себе, вы ректор и я ректор. И сливаются университеты. И вместо двух становится один. Два ректора быть не может. Соответственно, вы идете рангом ниже. Но это так, с человеческой точки зрения. Еще раз говорю, что церковь это богочеловеческий организм. Ну и тут, естественно, будут меня лично критиковать и так далее. Но еще раз, еще вчера я живой участник того, что называлось кратковременным религиозным возрождением. Конец 80-х, начало 90-х. Я принял крещение в сознательном возрасте, 20 лет. Я все это видел. Страна была атеистической. Никто даже отче наш не мог прочитать. Не знал, как креститься. А сегодня люди ведут себя так, как будто у нас церковь не была в загоне. Как будто в любом областном районном центре было очень много храмов. И все разбираются в богословии, в истории церкви. Это все пропагандисты этим людям внушили. Что они могут так вот легко разбираться в этих публицистах. Не было. У нас молодая неофитская религиозная традиция. Которая, к сожалению, я УПЦ всегда критиковал. Я не рассматриваю. Я их поддерживаю. Я высказываю солидарность братскую, как христианин-христиан. Но то, что они сильно были сращены с государством. И при всех президентах они присутствовали на разных церемониях. Они привыкли. И они от государства получали очень много. Это проблема. И никогда они государство не критиковали. Теперь, когда государство пришло в их монастыри и храмы, ну, теперь им сложно, но они держатся. Но это их проблема. Потому что в 90-е годы, к концу 90-х церковь уже просто стала сервисом государства. И государство стало рассматривать церковь как инструмент дополнительного воздействия на умы. Мне кажется, что это плохо. Но у нас переходит разговор на церковный. Да, давайте вернемся к вещам, скажем так, более политическим. А вот скажите, эта война России против Украины, это война колониальная или же это война диктатуры против демократии? Скажем так, разные группы могут принять ваши формулы. Я их не принимаю. Ни одной из. Потому что ни Украина не является демократией в строгом значении. А ни Россия не ведет колониальную войну в строгом значении. Я бы сказал, что это квазиколониальная война. Речь идет о том, что при Путине Россия, желая играть все большую роль, как вначале локального, регионального лидера, а потом стала претендовать на большее, стала мыслить геополитически в негативном значении слова. Я скоро разберу описание или аналитику нескольких людей, Джеффри Сакса и Джона Миршаймера. Вот они, или еще другие люди, считают, что здесь железная необходимость. Когда государство ощущает опасность у своих границ, оно вынуждено ответить силовым образом. Для меня это ложная логика. Это такая геополитическая логика. Но мне кажется, что в голове Путина она работает. То есть, он ведет войну, скажем, не то чтобы имперскую, он понимает Россию как одного из больших игроков. И страдания украинцев, разрушения украинских городов в его голове оправданы его идеями геополитики и влияния там Великой России, беру в кавычках. Вот это, я считаю, ничем извинить нельзя. Потому что смерти людей, страдания людей, разрушения городов, разрушения инфраструктуры. Вот когда ты смотришь, как они это описывают. А они не учитывают, что люди будут страдать. Они не учитывают, что люди находятся в сложном физическом, психологическом состоянии. Я уже не говорю о том, что наша страна не облегчает это бремя, а наоборот усиливает. И получается, что иногда украинские граждане зашат между врагом, который бомбит твои города, и своим правительством, которое разрушает бизнес и которое сеет вражду между украинцами. Другой вопрос. Но в данном случае это не колониальная война в чистом значении. Я могу привести пример, скажем, в ответ на вопрос, сколько у России военных баз по всему миру? Не так много. А сколько у Соединенных Штатов военных баз по всему миру? Ну, это серьезно. Вопрос. А зачем в Америке так много баз? Ведь она же не империя. И у нее нет колонии. И точно так же, почему интересы Франции затронуты в каких-то государствах Африки? Сейчас уже не употребляется франк-афлика термин. Но это болезненно для Франции, потому что они ощущают это фантомное боли империи. И то, что Россия туда заходит, не может не волновать Макрон. Если не Макрона, то, по крайней мере, французов много. Потому что, какое дело французу до того, что происходит в некоторых странах Африки? Какое дело? В Малии, например, да? В Малии, например. Других называют целым таким поясом стран. Кто еще не в курсе, дорогие друзья, посмотрите карту политическую 1920 года, после Первой мировой, где в синий цвет окрашены все французские колонии в мире. Вы удивитесь. Туда будет входить и Вьетнам. Туда будут входить. И фактически это треть Африки была французской. И британской. Так что, вот вам колониальная война. Просто колониальная политика после периода первой волны деколонизации шла совершенно другим путем. Зависимость была не прямая военная, а другие типы зависимости. Например, некоторые французские государства с Парижем выстраивали другие формы зависимости. Так что, это только сейчас Индия стала отдельная тема. Индия-моди, например. Или Китай-Си и так далее. Немножко другая история, не будем ее сейчас затравить. Так что, в чистом виде колониальной я не могу назвать. Это удобно для публицистов, я понимаю. Ну, все-таки, вам не кажется, что при всех недостатках украинской демократии, при всех тех обстоятельствах, которые вот здания демократического общества оставили недостроенным, скажем так, да, все-таки Украина сделала выбор в пользу демократического пути развития. И это подтверждалось очень многими событиями, которые откровенно вызывали недовольство в соседней России. Еще задолго до войны. Кажется, ощущал для себя страшную угрозу, позитивного примера украинского опыта для российских граждан. Нет? Можно согласиться в значительной мере с этими словами. И, естественно, Путину сосед, член ЕС, хотя сейчас мы видим, что это очень долгая перспектива, и нам придумают кучу отмазок, чтобы отодвинуть эту перспективу. Или член НАТО, да еще и в Черноморском регионе, Черное море, Кавказ, Крым. Безусловно, для него это было достаточно опасно. Но это логика геополитической холодной власти. Мне она не нравится, я ее не принимаю. Я бы сказал так. Украина эпизодически проявляет демократию. Эпизодически демократично. Но потом она не сохраняет это в длинной перспективе. Например, случается Майдан, условно говоря, 2004 год. А потом раз, и все перессорились. Коррупционные обвинения. И Запад уже публикует наши вот эти вот коррупционные схемы. 14-й год. Там все клянутся на телах павших, похороны, поминки на Майдане. Я помню эту картину. Стоят гробы. И политики, которые стоят там на трибуне, говорят, что мы клянемся. Никакой коррупции. Страна будет совершенно новой, очищенной. Мы пойдем путем европейской страны. Что было потом, все знают. Точно так же и в 19-м году. Казалось бы, год свободной выборы. Один президент сменил другого. И мы видим постепенно, 20-21 год, особенно последние годы, от демократичности мало что осталось. Нету партии особо, нет никакой, уже даже до полномасштабного отражения. Не было политических дискуссий. Они все сходили и сходили постепенно на них. Или зажимались. В YouTube переходили. Ну, YouTube же не запретишь. А вот на уровне больших каналов, ну, там были скандалы. Так что я бы сказал, в динамике Украина импульсивно, постоянно врывается в свободное демократическое общество. И проявляет на каких-то этапах решительность. Не тоталитарное лицо. Свободное. Но потом не хватает опыта, качества элит, чтобы эти прорывы удерживать на каком-то длинном этапе. Закреплять демократические, скажем, завоевания, скажу клишированной фразой, на длительный период. В институтах, в законах, в социальной жизни, в свободной прессе, в публичной сфере. Вот я бы так ответил. Ну, хорошо. Возвращаясь к моему самому первому вопросу. О том, что могло бы стать победой Украины. Я отвечу, скажем, ответ может быть более сильным, а ответ может быть более слабым. Я отвечу слабым вопросом. Победой Украины первое – это сохранение независимости. О границах мы не говорим, а говорим о сохранении независимости. Два – поскорее, когда может возникнуть ситуация, когда люди перестанут погибать, города перестанут разрушаться, инфраструктура перестанет разрушаться. Это тоже будет победой Украины. Потому что затягивание этого периода может привести к необратимым последствиям. Ни один план восстановления Украины не сможет быть реализован. Потому что многие вещи не восстановишь. Отстроить мост или дом – это одно. А воссоздать, не знаю, группы, институты, исследовательские центры, какие-то группы людей, которые населяют Харьков, Днепр и так далее – это сложнее. То есть вот это второй момент. Это независимость. Второе – это сохранение людей, городов, инфраструктуры. Украина без людей – это территория. И при затяжной войне, при эскалации фактически украинцев, особенно мужское население, будет все меньше, меньше и меньше. Это ли победа? В том виде, в котором мы говорили об этом еще два-три года назад. Я, например, первый год-полтора всегда говорил о победе Украины. Но всегда спорят о том, что мы вкладываем в это значение. Вот я вижу так – независимая страна, которая сохраняет своих граждан, которая выходит за границы узкой идентичности, которая, наконец, учится не вторгаться в те сферы, которые государству не подотчетны, которая ценит и уважает каждого своего гражданина. И в стране, и по всему миру. Страна, которая смотрит, где какой украинец написал хорошую книгу, сделал какое-то открытие, открыл какой-то очень хороший проект. Где-то в Австралии, где-то в Канаде, где-то в Чаде, где-то в Иерусалиме. Это наши лиуди, мы пишем все время, вот украинец в Иерусалиме сделал вот это, вот он в Лос-Анджелесе сделал вот это. Это наши граждане, которые живут там, но они часть большой Украины. Мы всех их любим, мы все заботимся о них, и мы гордимся им. Мы не объявляем их изменниками, ухылянтами, предателями, беглецами, трусами, непатриотами и так далее и тому подобное. Вот это то, что я хотел бы, чтобы было. Ну хорошо, а как быть с общественным восприятием, которое складывается в Украине по отношению к тем, кто уехал? Это же реальная проблема, согласитесь? Ну реальная, так как с ней, вот опять же это мудрость, как с ней работать? Если говорить, это тоже наши граждане, и они помогают, они донатят, или они представляют наши интересы там за границей, или они даже создают хороший образ Украины там, а после окончания войны уже многие здесь из вас, украинцы, которые живут в Украине, будут иметь очень серьезные опорные пункты по всему миру. Потому что там ваши родственники, близкие, ваши друзья, подруги, они уже там открыли тоже свои предприятия, они там где-то работают, они там могут иметь выходы на те или иные важные центры и так далее. И теперь вы большая Украина. Можно так говорить? А можно говорить, вот туда уехали трусы, враги, не патриоты, мы их ненавидим, мы здесь начинаем ощущать себя как в заточении, такой синдром человека, попавшего в заключение или в плен. И здесь возникает очень важный вопрос. Вот те, кто это говорит, вот если бы за ними проследить, за всеми, они потом оказываются там. Или их близкие родственники оказываются там. Вот в чем идиотизм иногда в таких пропагандистских центрах. Вот они говорят, а могут говорить или из-за рубежа где-то, а могут говорить из Киева, но потом оп, где-то оказываются за границей. Или их близкие или дети, или родственники, сыновья живут уже за границей. И так далее. И когда война закончится, они поедут туда. Почему-то у нас, в наших элитах принято, об этом мало кто говорит, и не отслеживали вот так статистически, сколько послов осталось от Украины за границей, осталось там. Купила там дома и живет там. Сколько детей украинских элит закончило вузы там и осталось там. Я думаю, что украинские, назовем это элитой в малом значении, это самое показательное, и российская тоже такая. Когда патриотизм на словах, на деле оказывается, что все главные отложения, все главные акции уже там. И дети там, и недвижимость там, и так далее. Я бы на их месте просто постеснялся бы разворачивать дальше вот этот шевнистический, человеконенавистнический дискурс. Ну, давайте за ними последним. Сколько послов, сколько активистов, сколько активистов оранжевого Майдана осело в Европе и в Америке? Что они говорили тогда? Сколько активистов 14-15 года уже оказалось с границей? Сколько послов Украины в странах Запада оказалось и осталось жить на Западе? Ну, вот это вопросы. Почему так происходит? Ну, хорошо. Вот я возвращаюсь опять к теме украинской победы и окончания войны. Вот вы в самом начале сказали, что Россия не должна выиграть, Украина не должна проиграть. Это я процитировал аналитиков европейских и американских. Да, но вам не кажется, что все-таки не может быть победы, как утверждают некоторые, без возврата тех территорий, которые были отторгнуты, оккупировали? Это уже зависит от мудрости, качества политиков, переговорщиков и представителей СМИ, которые могут строить словарь в одном или в другом направлении. Если вот это нагнетать, тогда мы просто усиливаем боль у наших граждан. Ну, например, вопрос Крыма, возврата к границам 91-го года. Ну, хорошо, мы можем на этом настаивать, но если Трамп станет президентом, если на фронте будет усложнение к концу лета осенью, если провал мобилизации и недостаток, да, вот эта помощь, она может быть одной из последних предпоследних. То есть реальность такова, что вы должны под реальность подтягивать ваши словари, а не наоборот. Потому что я понимаю, как это потом будет работать. Те, кто знает историю, понимают, как быстро меняется потом фразеология. Граждан будут готовить к чему-то другому, и уже те, кто будет, вот послушайте, те, кто будет говорить о границах 91-го года, они будут маргинализировать. Их объявят радикалами. Возможно. Это как один из вариантов, я не говорю, что так будет. Но если, скажем, мы сейчас не знаем, как будут развиваться события, но если они будут развиваться по худшему сценарию, то очень сильно изменится риторика и лидеров мнений, и они будут говорить о спасении людей, о важности жизни каждого украинца. О том, что дело не в границах, а в людях. И что главная ценность – это украинцы, а не территории. Скажем, вот так. Это одна из линий, которая возможна. Поэтому этот цинизм современных политиков вот такой. А мне сейчас говорить об этом невозможно, потому что никто не может прогнозировать достаточной степени вероятности развития событий, потому что все будет решаться от каждой недели, каждого месяца, от качества переговоров, о том, как нас будут поддерживать партнерные переговоры и так далее. Ну что ж, Андрей Олегович, спасибо вам большое за этот разговор. Было очень интересно. Надеюсь, и всем, кто нас смотрел, тоже было интересно послушать, что рассказывал мне сегодня философ Андрей Бууместер. Пожалуйста, только не забудьте поставить лайк этому видео. Чем больше будет лайков, тем больше людей смогут в YouTube посмотреть эту беседу. Подписываться на канал тоже не забывайте. Подписывайтесь, кстати, и на канал Андрея Бууместера. И всего вам доброго. До следующей встречи. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok